Воспроизводитель 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 Когда гордой жопами Трясут на сцене Культура Бескультура Как нам в нынешнем Обществе, когда у нас Культура практически Не осталась Как нам совместить Работу как культуру и культуру Очень хороший вопрос Прям вот действительно Очень хороший Я бы не для камеры Сказала вот этот В советское время Вот этот стержень культуры Он был очень такой Серьезный Момент внутренней Наполненности человека Работник культуры он должен быть Разносторонне развитым Уметь отличить Настоящее искусство От ненастоящего искусства В наше время Хочется чего-то светлого И доброго Учреждение культуры Это места, где можно Отдохнуть душой Пообщаться Встретиться с друзьями Побывать в роли артиста Или посмотреть творчество Своих детей на сцене Культура Культура это часть нашей страны В каждой стране Есть своя культура В нашей стране В России Есть своя определенная Которая сложилась веками И мы должны ее нести Мы должны ее передавать Из поколения в поколение И это является важной частью И если мы Просто забудем про это И не будем на это обращать внимание Не будем развивать культурные ценности То мы просто потеряем нашу страну И ее съедят другие С более мощной культурой страны И мы просто уничтожим себя Я считаю Что миссия работника культуры Заключается не в том Чтобы развлекать И чем-то запомнить Свободное время А в том Чтобы сделать наш мир лучше Вот те, кто хочет сделать мир лучше Он должен идти и работать В учреждениях культуры Те, кто хочет сделать его красивее Он должен идти в учреждения культуры А уже через познание Развитие детей Юношества Взрослого населения Мы достучимся до сердец людей И тогда на наших мероприятиях Мы будем танцевать под нашу музыку И тогда наши дети Будут исполнять наши русские танцы И тогда наши праздники Которые были в нашей стране много Десятилетия, может быть даже тысяч лет назад Они возродятся И через это возрождение А это будет с помощью, я надеюсь, нового молодого поколения Мы возродим всю нашу страну Любить, сохранять, передавать наши песни Обычаи и традиции Праздники русского народа Это значит сказать спасибо нашим предкам Это значит сохранить нашу великую родину Культура — это душа народа Чтобы нам на самом деле оставаться народом Единым, российским Нам обязательно нужно заниматься культурой А культура без молодежи Так же, как и театр — это дело молодых Никак Поэтому ждем вас Чтобы вы пришли Своими талантами, голосами Игрой На разных инструментах Озарили жизнь Сначала маленького какого-нибудь ДК Потом нашего родного города А потом Всей-всей своей жизни Всей нашей страны И потом, когда пройдет много-много времени И можно будет на самом деле обернуться назад И увидеть много людей Освещенных вашим талантом Вашей радостью Вашей любовью Вашим светом Это эмоции Потому что работники культуры — это чувства и эмоции Это невозможно прочитать цифрами Поэтому кто хочет постоянно быть на волне Радости, счастья, позитива Без этого никак Нужно идти в культуру Развивать культуру, конечно же, надо Потому что будущее наше за молодежью А если молодежь будет потеряна В молодом возрасте То иначе не будет у будущего Это очень важно Потому что человек без корней Он очень обесточен У него нет того топлива Которое необходимо для него в жизни Через культуру прививаются базовые ценности Любовь к своей родине Любовь к своему городу В этом играет не только образование Но и культура Я считаю, что культура может быть где-то даже играет Большую роль Потому что через культуру Дети, да и не только дети Познают, в принципе, тот мир То государство, в котором они живут Конечно, культура нужна детям Особенно детям Потому что нужно развивать детей Как духовно, так и физически Стойте, можно это заново? Если вас ежедневно окружают вот такие люди Выйди из правой кулисы И зайди в левую Фестиваль На носу фестиваль То вы работник культуры Вот такая у нас высокая миссия Когда в 11 классе Пришло время выбирать профессию Специальность Я узнала о том Что все, что я люблю делать Объединяет в себе Специальность режиссер эстрады Все мы работаем для того, чтобы дарить людям радость Проникнуться культурой нашего народа Не только нашего народа Нашей многонациональной страны Потому что именно через культуру Люди, напоминаю, познают, наверное, этот мир Становятся более богаты духовно Я так думаю Чтобы ребенок мог быть нормальным, хорошим человеком Понимать в жизни Что красивое, что некрасивое Его нужно обязательно куда-то родителям Подумать о том, чтобы их ребенок ходил в хорошее Где люди хорошие, где песни хорошие Где поют Чтобы он видел красивое в этой жизни А это у нас, конечно же, культура Работник культуры должен быть не просто профессионалом своего дела Он должен быть сам, где бы он ни находился Показывать пример человека, работника культуры Работник культуры всегда находится в центре Самых интересных и увлекательных дел Ярких событий Он общается с людьми разного возраста Шагает в ногу с активной и творческой молодежью Набирается мудрости и опыта у людей старшего поколения Зажигает маленькие звездочки таланта в детях И помогает каждому разгореться ярким пламенем творчества Наша миссия — это нести, конечно, добро Находить отклик в сердцах Чтобы люди задумывались о высоком, о добром Быть работником культуры — это настоящее призвание Ведь не так просто зажигать людей оптимизмом, любовью, добротой, надеждой Вселять в них уверенность Я работник культуры Моя профессия очень интересная Она захватывает Она увлекательная Она творческая И самое важное, я считаю Моя профессия очень многогранная Работник культуры — это публичный человек Это универсальный человек Который должен уметь найти подход к любому человеку И ставить интересы общего дела превыше любых интересов Молодые люди, юноши и девушки Кто умен, талантлив, креативен и не боится трудностей Выбирайте работу в учреждениях культуры Специалисты этой сферы всегда востребованы И наш город нуждается в них Вроде считается так, что школа, она просвещает Медицина, она лечит А культура, вроде как, зачем она нужна Каждый человек, в принципе, рожден уже быть культурным Я считаю, это в корне неправильным Потому что культура, она не развлекает, на мой взгляд Культура раскрывает душу человека Культура учит любить свои корни Культура учит тому, что люди знакомятся с разными народами Именно их особенностями И в то же время культура объединяет всех Вот культура, на мой взгляд, это такая незаменимая вещь Которая именно будет вносить в жизнь И вообще и в сознание людей, и в развитие гармонию и процветание Девчонки, подростки 14 лет, которые у меня поют И которые еще как-то, да, вот, ну вообще Спокойно относятся, им нравится Которые, да, то есть и их ничего не сбивает И не сносит, и не уносит Они, потому что они, ну просто они ходят, занимаются уже там по 5, по 7, по 8 лет Они как бы давно В них это уже есть, внедрено, как бы семечко посеяно А так, если человек не был в культуре И просто в 16 лет ему говори Я не знаю, как его Это очень сложно, конечно, потому что, допустим, когда человек, да Да просто Вот его хоть куда своди Хоть в балет, хоть не знаю, куда Смотри, ладно Но я всегда говорю Да Вот смотри Я Но тебя торкнуло Да, тебя торкнуло Первый раз я на радиомаяк услышал, что оказывается А если делал на тяжелом металле, там Угу Прям жестко А, вибрации музыки В 10 класс, да Вибрации музыки Да, я услышал передачу «Маякак», где говорили, что тяжелая музыка разрушает психику Что я по-другому не могу, даже если я начинаю от вянуть И психика людей разрушается Когда я эту тему То есть информация Хотя я и не был Не в русской культуре Я русский народ и песни не слушал Ну, хотя у меня родители перья, там, и так далее Вот Но я сидел на другой музыке, понимаешь И вот И когда я эту информацию узнал Тогда уже начал я, там, классическую музыку, там, слушать Да, постепенно пришел, там, там, к русским Тебе сколько лет было? В 10 класс Не, я говорю к тому, что не потеряны еще те дети, которые не росли в этой культуре Вот Я хочу обратиться к ребятам К будущим защитникам нашего Отечества К будущим девушкам, которые будут продолжателями своего рода Я хочу вам сказать и напомнить Что ваш очаг согреет только наша русская культура Ваш очаг всегда будет проситься русской песни Всегда будут проситься русские традиции И, конечно же, воспитание ребенка через русские традиции Это сохранение вашего рода, вашей семьи Я не знаю Я девчонок только везу на том То, что они все мечтают у меня встретить любимого Я говорю А ты сама, ну, целостность свою сохраняй Да, ты сама свою энергию, там, юбку, кофту, там, и так далее Ты, говорю, полуголая ходишь Ты призываешь себе, привлекаешь такого же Я с ними только вот на этих Они у меня вот, ну, все Они сразу О, да, точно Я говорю, вы знаете, сколько Вот ты идешь полуголая Он сколько у тебя энергии с тебя Скачивает Я говорю, ты приходишь никакая Ты, говорю, понимаешь, о чем? Ты, говорю, с этим полобзалась С этим полобзалась Потом тому этого передала И, как, говорю, ты потом хочешь быть такой Бравой, веселой Чтобы у тебя сил много было, энергии Да, еще чтобы принц был Все, я только с ними на этом разговариваю И они сразу, опа Так они потом приходят Все, я его бросила Я говорю, а что? Ну, вы-то вот так все сказали И я поняла, что он мне не нужен Я говорю, ты не знаешь, что надо бросать Это значит, что ты просто подумай Нужно ли тебе это? А то... У нас вот премьера сейчас будет Вот в апреле, который Мы пытаемся так, чтобы, ну, сразу Не давать им классику Классику у нас идут классические какие-то спектакли Ну, тяжело, да, классику Чтобы им, они воспринимать классику не захотят Они не высидят просто Они уже в телефонах сидеть Уже Чехова не интересно смотреть Что там Чехов писал, это не важно И они уже в телефонах колупаются Что там Так мы пытаемся вот через новый спектакль Молодежный Просто говорить с ними их языком Ну, приблизенным, более о культуре Да, да, да Ну, и их языком Их музыкой Но через вот эту призму Перевести их туда То есть к ценностям семьи К ценностям любви К ценностям понимания друг друга Дружбы То есть к матери Отношения к матери Отношения к родителям То есть между собой Какие-то внутренние отношения Через их музыку Через них Потому что Чтобы им было интересно Это смотреть Чтобы они поняли Что через, ну Не только все Вот так заключается Чтобы они увидели себя со стороны Нам вот это важно Да Хорошо, смотри Важно Они же тоже станут родителями Да Поэтому очень серьезно Очень важно Что сейчас Если они изменят Свои отношения С моим родителям И когда у них будут Абсолютно другие семьи Если они свои ценности изменят Будут уважать Конечно Да Потому что Дети будут уважать У нас вот в этом Новом спектакле молодежном У нас показывается Насколько это Как это выглядит со стороны Когда ты с матерью И мать не видит тебя И ты не видишь подросток И вы друг друга не общаетесь С друг другом И она не знает Чем ты занимаешься А он не знает Чем мать занимается Вы просто разные Живете в одном помещении Но вы разные Хоть вы и мать и и сын Так вот к этому надо привести Чтобы вы нашли общий язык Чтобы вы ценили друг друга Что мать это мать Сын это сын Чтобы вы были друзьями В первую очередь Доверяли друг другу Любили друг друга Делились друг с другом Вот этому учат нас спектакль Мы сейчас сделали акапельную песню И пригласили этого Сона, битбоксера Вот, видишь Она фольклорная То есть получается Песня, она фольклорная То есть традиционный фольклор Он вообще не слушается Ну даже обычному музыканту Очень сложно слушать Традиционный фольклор И когда традиционный фольклор В многоголосии пачкой Все звучат А дополнение к этому Идет современная обработка битбокс То тогда это произведение Можно слушать и старому И молодому И современному Любому человеку То есть эта музыка Воспринимается уже по-другому И интересно И все говорят О, это здорово Да, вот-вот-вот Вот это вот Им уже это интересно смотреть Да Они через праздник К той Культуре Даже мы с таким же ходом идем Ну а как по иначе Если они Да, то есть молодежи Только вот Вот у меня Вот это прям Они уже заинтересуются Первый источником Конечно А что это А, это фольклор А как он поется О, классно То есть все, кто слышит Первый раз Все говорят Вот вообще Это здорово Это так интересно Это так необычно Да Вот те Именно вот по поводу того Как заинтересовать Те, кто не слушает Классику Не смотрят вообще Какие-то Ну, народные ценности Только так Как через такую призму Хитрым способом Их завлекать Через их Их языком Завлекать В то, что Ну, вот И в русскую народную И в наших классических классиков Вот Талант театров Чехов А островский Всех остальных А так по-другому Ну, мне кажется Те, кто уже испорчен Как говорится Нужно их переправлять В нужную русскую Талант Я желаю каждому человеку Знать и сохранить Песню своей семьи Или колыбельную Своей семьи И передавать ее Из поколения В поколение Тогда Вы сохраните Свои семейные традиции Понимаешь Когда у человека Есть Талант Он может снять Фильм ужасов Круто И это Возимеет На общество Определенное влияние Более того Даже у многих Судьбы изменятся Посмотреть этот фильм И он Соответственно Получит отдачу Естественно Как творец Который поделился С моим творчеством В итоге Он получит Возврат В итоге Что даешь Ты получаешь То есть Он свой талант Направил В отрицательное Да В отрицательное Работник Культуры Он же должен Нести Культуру Свет А так как У нас сейчас Видишь Понятие культуры Немного Извращено Как Была культура Извини Голую женщину Не покажешь Потому что Это могли Идите Смотреть Цензура Была Культура Цензура И культура А в наше время Конечно Вроде Культура Осталась Работник Культуры Остался А вот Сама Культура До советского Времени Тоже Культура Была На Руси Извини Девушка До замужества Даже не целовалась Никакая культура Была Это воспитание Уже получается Да Да Это культура Была Это была культура Там Если она Поцеловалась Ей там Забор Измазали Дегнем Забор И ворота Дегнем Измазали Это позор Все Это позор На весь рот Там Даже Фильм Есть Отец Вышел Забор Измазан Он ворота Снял Там Забор В первую очередь А потом Взял Казачья семья Взял Эту пролетку На гайку И давай Лук пить Не разбираясь Уже Понимаешь Я говорю О том Что культура Была Это не воспитание То есть Воспитание Уже складывалось Из этой культуры Которая была Допустим На Руси Понимаешь И Она Культура Была Сама По себе Воспитание Уже Складывалось Вокруг Этой культуры Понимаешь То есть Если до замужества Нельзя Целоваться То естественно Там Разводов Не было Была такая культура Что разводов Не было Это вообще Неприемлемо Мы даже такого Не знали Что такое развод И счастливые семьи По 16 детей Было И не напрягались То есть Культура Она была Тысячелетия Даже в советские времена И то была культура А сейчас уже Демократию Дали людям Люди не поняли Что с ней делать Смотри Немножко Размылось Это понятие Культура Я потнюю культуру Остался А культура Как нам Вернуть культуру Культуру Я запутала Культура играет Важную роль В обществе Потому что Культура Она сама по себе Неотъемлемая часть Вообще Любого цивилизованного Человека И Начиная от Маленького города Заканчивая Всей страной Потому что Без культуры Никуда Если не будет Культура У общества Я думаю Что вся страна И каждый человек Просто потеряет себя Потеряет Он будет просто Алочным Эгоистичным Культура Она воспитывает У нас лучшие черты Поэтому я считаю Что культура Это важная часть Нашей жизни В Японии Для того, чтобы сохранить Нашу страну Нашу наследие Нам нужно Сохранять культуру Ведь уничтожив культуру Уничтожается народ Давайте сохранять Давайте беречь Давайте любить Нашу родину И конечно же Я хочу И желаю Каждому человеку На земле Чтобы вы были Счастливы Я работник Культуры Того еще поколения В ту пору Звучали очень хорошие Красивые песни В которых были Красивые стихи Красивая музыка Мы были воспитаны На песнях Советского Того союза Я их очень любила Я очень любила петь В детстве Мы делали Самодеятельные Там всякие номера Устраивали Там родители Приходили Смотрели Я сама очень любила петь В школе Мы всегда работали Пели под баян Потом я пошла В школу музыкальную А потом я пошла В училище Я решила Что я должна Нести Вот это умение петь Это умение Работать с людьми То есть Дать им Ту любовь К песне Которую имею сама Вот и все Ну сейчас же Молодежь Какая-нибудь Культура Сотики Там Наркотики Новые виды Любви Разраз Да И Васика Ну как вы считаете Нужна ли вообще культура Вы знаете Что мы молодежь свою Просто упустили Мы упустили ее тогда Когда вот это Началась перестройка И стали вот эти все Дома культуры Разрушать То есть разгонять Потому что В наше время Когда я вот еще Совсем была молодая Им набирали коллективы Мы приходим У нас планерка Сколько у тебя в коллективе Дети И 10 Так Иди в школу И все были кружки И все было бесплатно У нас должно было в коллективе Быть больше 20 детей Нас за это просто ругали И мы ходили в школу По классам И собирали детей Чтобы они не ходили на улицу У нас были хоры По 100 человек По 50 У нас были смотры Самодеятельности школьной Там были такие хоры К нам приходили С дома пионеров Садили в нас У нас сколько там Классов по 5 Собирали И мы все пели Взвейтесь Кострами Синие Ночью У нас пели все У меня дети поют У меня сын поет Потому что мы всегда поем дома У меня дочь поет У меня муж поет У меня внук поет Потому что все это идет От семьи Понимаете А сейчас у нас вот те Не поют Которых мы уже упустили поколение Сейчас вам дорасскажу Не упустили поколение Конечно дети не будут ничего понимать И петь не будут И будут ходить наркоманить Так я сказала Приемственность поколения Да Но случилось такое Думаю провал Такого десятилетия Сейчас Думаю возрождается В школах хоры Да Скажите И теперь наша задача Да-да-да-да Сейчас дети немножко Да пошли вот Но они там танцуют И поют дети Но это должно быть в семье Конечно Семья должна вести Если в семье это все А у нас Мы сейчас что поем Да Вы сейчас скажите Как переход Мы уже это все услышали Теперь наша задача Родители Ну Подъем Наша задача сейчас Чтобы Именно в семье Проводилось это воспитание Ты понимаете Что не каждая семья Сейчас поет нормальные песни Мы же сейчас дерьмо Слушаем по телевизору Я сейчас вот пойду Говорить это вот и все Если вот допустим Родители все-таки хотят Чтобы ребенок был культурным Культурный Одни деньги не возьмут Если родители хотят Чтобы у них было будущее Чтобы ребенок был культурным Они должны отдать Среду в определенную Даже если Я такого одного не понимаю Какая наша задача Если это потерянное поколение Которое сейчас растит детей Оно потерянное Его нету Что-то делать Ну что-то надо делать Родители надо воспитывать Получается Ну я так думаю Чтобы ребенок Мог Быть нормальным Хорошим человеком Понимать в жизни Что красивое Что некрасивое Его нужно обязательно Куда-то Родителям Подумать о том Чтобы их ребенок Ходил в хорошее Где люди хорошие Где песни хорошие Где поют Чтобы он видел красивое В этой жизни А это у нас Конечно же Культура А культура какая Может быть Это либо Художественная культура Либо Пение Либо Танцы Это учреждения культуры В целом Все учреждения культуры Которые В которых работают Как ты меня запутали уже У меня сейчас мысли Другие Оставьте один дом культуры На весь город У меня же мысли Другие идут Сокращаются Их убирают Понимаете Ко чем нам культура Так А это А это должна быть культура Дети должны ходить В дома культуры Где поют Танцуют Где читают Где у нас Красивые спектакли идут Где детишки Рисуют Где детишки Познают Народное творчество Народную песню Самую красивую песню Которая У нас сейчас есть Мы должны Сделать так Чтобы дети Знали Свою историю А здесь уже все Это уже Работа в культуре Это образ жизни Здесь либо все Либо ничего Спитала Андреевна Считаете ли вы Что работа в культуре Это больше Чем просто заработать Работа в культуре Это жизнь Которая У тебя длится На протяжении Всей твоей Твоей Жизни Дети вначале Так смотрели на нас С недоверием А потом У них глазки Так открылись Открылись Им стало интересно А когда мы с ними Стали танцевать А когда мы Спели им песню О Ритбургский Пуховый платок И рассказали Что это за песня Дети нам просто Поверили Поверили И они там С удовольствием Просто открыв ротики Свои Они слушали Те песни Которые Они должны были Знать уже давно Но мы То есть наше поколение Наше поколение Еще эти песни Как-то отдавало А вот уже то поколение В 90-е годы Мы немножко их потеряли И потому что И вот сейчас я говорю Что дети обязательно Должны слышать Наши русские Народные песни Почему мы их забываем То есть мы Немножко теряем корни А чтобы эти вот Песни Дети знали Их нужно петь Их нужно показывать Вот И я думаю Что это должно Все идти от семьи Вот Семья должна Понимать Что надо ребенка Вести петь Танцевать И тогда будет Все очень замечательно Светлана Дмитриевна А вот поделитесь С теми Кто захочет Пойти по вашим стопам Поделитесь Вашим Рецептом успеха Ну потому что Я это люблю И вокруг меня Конечно Собираются люди Которые Как-то вот Ну По-видимому Может они чувствуют меня А я чувствую их И они приходят Именно те люди Которые это любят И они рядом со мной Идут по жизни Много-много лет Вот И мы стараемся Поем Несем Заражаем И подтягиваем К себе Народ Работник культуры Это некий такой Маяк Маяк Который светит Работник культуры Это дурак Я работник культуры Я люблю свою работу Очень сильно Ну очень сильно люблю Я живу Я ей живу Вот коллективу Моему 40 лет Исполнилось Я по сей день работаю Я думаю Что я еще немножечко Потружусь Ну я считаю Что Моя жизнь Прожита не зря Что у меня Рядом со мной Очень много Хороших людей С которыми Я прошла по жизни Должна быть культура Прежде чем Начать чем-то заниматься Культура семьи Должна пойти Культура Сообщества Мы должны Помочь Мы должны Опираться на наше Прошлое Тогда будет и будущее Сделать жизнь праздником Я считаю Это В большом смысле слова То есть Ты человека Раскрыл духовно Ты раскрыл его творчески Ты сделал его Хозяином В своей жизни В том плане Что у него нет Каких-то зажимов Потому что он успешный Он танцует Или поет Или занимается Каким-то другим Видом творчества А это приносит Очень большое Душевное удовлетворение Я считаю Что человек Который уверен в себе Ему Любые преграды По плечу Я занимаюсь В своем коллективе Народным творчеством К сожалению В нашем Быстро меняющемся мире Этому уделяется Все меньше и меньше Внимания И то, что все-таки У нас В нашей стране Существует масса коллективов А это я вижу на конкурсах На которые Мой коллектив Выезжает Что В принципе Еще есть и люди Которые сохраняют Культуру И культуру Именно русскую Русскую народную культуру Потому что Кто, как не мы Расскажут нам Нашим Современным детям Которые погружены Всевозможные гаджеты То, что существует Такая Культура Как дымковская игрушка Как городецкая роспись Как хохламские мотивы Дети об этом узнают Только у нас Причем Мы детям Рассказываем И учим их Понимать И исполнять Не только Танец Нашего русского народа Но и Народов разных стран И дети Таким образом Ну и потом уже молодежь Потому что к нам дети Ходят много лет Посредством нашего Творчества Узнают о других странах Даже не побывав там А это Опять же Наполненность Это опять же Богатство души И если Ребенок В своей Жизни Будет любить Народ Будет любить Культуру Будет любить Народную культуру Будет любить Русскую народную культуру Вот этот огонек Будет всегда Ему светить И он Будет любить Не только свою страну Но и всех людей И будет заряжать их Этой любовью И вот это Я считаю Самое главное Наше Направление Ну круто Меня прямо За связычек Да я тоже Все в народные танцы Культура Делает очень важную вещь Она Воспитывает В человеке Самые лучшие качества И культура Это неотъемлемая часть Нашей цивилизации Любого цивилизованного общества И Я считаю Что без нее Ну никуда просто Это невозможно Даже представить себе Такое Даже проблема Вот этого образования И всего Молодежи И Высокий процент Суицидов И непонятность А без культуры Да И не понимать Смысл жизни То есть От чего он идет Вот что культуру Теряли Так вот От ненаполненности Да Так вот Что такое Сколько подполнений Совершенно сложно мне Я-то тебе наоборот Когда рассказала Что такое Работник культуры Да Он прежде всего Сам должен быть Очень дисциплинированным Наполненным Начитанным Человеком И постоянно Развиваться Постоянно Самосовершенствоваться Чтобы уметь Я понимаю Да Смотри Культура Вот Берем там Допустим Ансамбль берез Он до сих пор Да Это классика За границей Да То есть там Девушки идут У них даже Плечи не шевели Они идут Там как Лебежки Ду Это культура Песня Это культура Потому что есть там Люди Старой веры Крестились Двумя пальцами А проявили Никонскую реформу Сказали креститься Тремя пальцами А люди сказали Подожди Что-то непонятно Ну И Библию переписали Почему мы должны Креститься Тремя пальцами Если наши деды И прадеды Крестились Двумя И на них Их начали На кострах Сжигать Сжигать И начали Сжигать На кострах Мы вам сказали Вот креститесь Вот вам новая Библия Они собрались И уехали В тайгу Эти староверы Которые у нас Живут И они Сохраняли Свою культуру Понимаешь Что такое культура Культура Это Как будто Такой Пласт Такой Норм Поведения Скажем так Ну Он должен быть Вот С пеленок Понимаешь Да Идти Вот в это Вот все И не предать Эту культуру Да и не предать Вот они Вот Мне культуру Эту сохраняли По сути Эта культура Она у всех Она всегда была Вот моя мама Она замуж Уходила Девочкой Даже с папой Не знали Как сексом Заниматься Первую ночь Ничего не получилось Она пошла С сестрой Посоветовалась Как Дети Делаются Как И вот Такие чистые Были Да И потом На второй День Только И вот Меня сделали Понимаешь Два культуры А сейчас Вот нам Культуру Как вернуть То есть У вас Миссия Как у Работников Культуры Представляешь В наше Время Сложно Вернуть Эту культуру Угу У нас тоже Так И здесь Делается Жить Культурой Дышать Культурой Во время Отдыха Так же Слушай Ну Ты мне Серьезный Вопрос Задал Это Должно Должно Системно Это не В первый раз Что мы Вам раз в год Проведем Масленицу Да Потом Через Два месяца Проведем Пасху Осенью Проведем Осенины И так далее В этом Надо жить Да В этом Пространстве Нужно Постоянно Жить И естественно Начинать Это надо Все Не только С детей Да Чтобы родители Понимали Здесь Даже не то Что Культура Да Здесь идут Нормы поведения Нормы поведения Которые Очень Переплетены С культурой Одна Одна из основных миссий Культуры Развлекая Паучая Не зря на Руси Было столько праздников Которые Во время праздников Вся культура Передавалась Да Масленица Масленица И мы смотрим Во время праздников Мы не смотрим Как на культуру Исполнение песни Ведение хоровода Это как составляющая Это как инструмент Да А в целом Если брать Культурно-массовые праздники Это момент Поведения Это момент Внутреннего Состояния Человека Во время Этого праздника Что делать Такая культуру Вернуть На Русь Прикинь Земля же Она живая Она чувствует Все эти мысли Да Как она ждет Когда ее дети Наконец-то Одумаются Да Пока не Правильно С любовью Хотя бы Несутся В окружающей среде Друг к другу В первую очередь В семье К маме К папе Да Прежде всего Начать С себя На сегодняшний день Учреждение культуры Это незакрытые учреждения Это Некая институция Которая помогает людям Формировать будущее Оглядываясь в прошлое И наш музей Безусловно В этом смысле Это некий Такой образ Собирания Всего опыта Человечества И цивилизации Любой музей Даже маленького города Маленького поселка Это то место Где человек Открывает Для себя Новые смыслы Находит ответы На разные вопросы И В этом смысле Конечно Музей Создает человека Формирует человека Который Смело глядит В будущее Сейчас проблема С молодежью Может быть Это связано С тем Что В 90-е годы Было уничтожено У нас Культура Ну как-то Вот связано С тем Что Нужна вообще Культура Обязательно Нужна Потому что Это поможет В жизни Как бы тяжело Не было Вот как выйти Это Вот культура Она спасет Вот если человек Рисует И вдруг У него Какое-то Там Горе-не горе Что-то Неприятности Случаются Он просто Возьмет Кисточку Возьмет То что он Любит рисовать Кто-то Там Карандашом Кто-то Кисточкой Выплеснет Вот эта Вот Грусть Свою И И все И то есть У него Появится Жажда Жизни То есть Уйдет Вот это Вот все Плохое Мне кажется Культура Очень нужна Молодежи Очень Потому что Она развивает Она Дает Такую Базу Когда Потом Можно Идти В любую Профессию Даже Так Как учреждение Культуры Мы знакомим Этих же Самых Моряков С Нашей Культурой С Российской Проводим Для них Русские Праздники Они Активно Принимают В этом Участие Именно В этой Дружбе Народов Есть Наша Уникальность Наша Миссия Как бы Это Не звучало Довольно Высокая И Состоит Она В том Что Мы Воспитываем Здоровое Общество Мы Будем В сердцах Людей Любовь К своей Стране К своей Родине Гордость И любовь К своей Стране Это Основополагающая Силы Духа Человека Без Силы Духа Человека Не будет Так скажем Нашего Общества Это будет Общество Которое Легко Поработить Легко Захватить А как Вы Обратили Внимание Мы До сих пор Никем Не захвачены И не сломлены Что не может Не радовать Мне кажется Кроме Русских Людей Никто Не воспевает В песнях Деревья А у нас Практически В каждой Песне Восхваляются Березы Поэтому Это Наверное Такая Определенная Тонкость Русского Человека Которые Воспитаны Именно Культурой Которая Позволяет Ценить Все Что Находится Вокруг Человека Интересная Мысль Действительно Какое отношение К культуре Имеет Деревья Береза Она же Часть Культуры А почему Не знаешь Какое Отношение Ну Это Ведь То За что То За счет Чего Мы Живем Вообще В принципе На этой Земле Это То Что Позволяет Нам Существовать В этом Мире На самом Деле Береза Это же символ Нашей страны Поэтому Здесь Наверное Больше Не биологический Процесс Все-таки Описывается Я думаю Что Это Любовь Ко всему Что окружает Нас В нашей Жизни В нашей Стране Это Любовь К природе В целом Моя боль Поэтому На эту Тему Меня Можно Я могу Часами Об этом Говорить Только Вчера В школе На эту Тему Говорила С детьми Возвращалась Первый Исток А что Делать Я считаю Прежде всего Если Мы Живем В России То Если Мы Русские Именно Исконно То Мы Должны Изучать Нашу Культуру Чтобы Показать Особенности Нашего Народа Именно Нашей Культуры Другим Народом Я С глубоким Уважением Отношусь К тем Народам Которые Не на Словах А Наяву Очень Берегут Свою Культуру Я Всегда С глубоким Поклоном Отношусь К народам Кавказа И Когда Выходят В Круг Те Же Самые Грузины Те Же Самые Армяне Это Настолько Все Видно Что Они Этим Занимаются С детства У них Манера У них Движение Они Не стесняются Показать Движение Своих Именно Фольклорных Танцев Своих Национальных Танцев К сожалению У нас У русских Вот Это Размыто Нам Стыдно Произнести Наверное Одеть Сарафан Одеть Кокошник Сыграть На балалайке Этого В принципе Нет А что В этом Плохого Во многих Европейских Странах До сих Пор Существуют Праздники Которые Начинались Вот именно С народных Гуляний Но они Преобразовались Во что-то Современное Но они Есть Возьмет Он же Октоберфест Возьмет Эти Карнавалы Бразильские У нас К сожалению В России Вот этого Нет И Я об этом Говорю с горечью Но Вот Мне поэтому Очень хочется Чтобы Посредством Может быть Народного Художественного Творчества Вот это Все не то Что оно Возродилось Оно Хотя бы Сохранилось И может быть Все-таки Наше зерно Оно Прорастет Не сегодня Не завтра Но я уверена Что оно Прорастет И наша Русская культура Будет Также Известна Многим И мы Не будем Стесняться Выходить В хоровод Исполнить Наши Национальные Русские Пляски Одеть Наш национальный Костюм И быть При этом Гордым За свою Страну Действительно Почему Чеченцы Они так гордятся Своей культурой На свадьбах Бывал На свадьбах Они Ни одной Иностранной Песни Не ставят За всю свадьбу У них Только свои Танцы Национальные И все Выходят Молодые Дети И танцуют Именно Под свою Музыку Под живую Музыку И вот Я думал А почему Нельзя Почему Русские У нас Такая культура Богатая Почему Мы не можем Танцевать Почему Нам Внушили Что Балалайка И сарафан Это Не модно Почему Эти национальности Они развиваются Они увеличиваются Их численность Растет Потому что Они сохраняются У культуры А у нас Наоборот Численность Падает Потому что В основном Под влиянием Запада Наша культура Размывает Размывает Я боюсь Об этом сказать Что это в принципе Политика Порабительства Должна быть В первую очередь Когда мы выходим На сцену После Откровенных Танцев И поем Русские Народные песни Наш зритель Воспринимает Что Что мы делаем Что мы делаем Что мы делаем Что-то не так Что мы как будто Не стоим Оперы Как будто Мы поем Нити Песни И мы как будто Не заходим В стандарты На самом деле Наоборот У нас изменилось Наше восприятие И сейчас Музыканта Позволяет Мне Раскрыться В разных сферах Найти применение Своим талантом Возможностям Своим желанием Я могу быть педагогом Я работаю с детьми Я работаю со студентами Внешняя красота Пустого сосуда А если девочка 13-14-15 лет Обратится к искусству Начнет наполнять себя чем-то Развиваться Выступать на сцене Играть на музыкальных инструментах Петь И вообще А тем более У тебя вообще миссия Учить Представляешь Зажигать вот эти вот сердца Интересная Разносторонняя девушка С музыкальным образованием Если даже мы посмотрим Наши корни Туда Один век Два века Для девочки Скажем так Всегда было принято Давать музыкальное Образование Смотри С тобой не согласится Посмотри А что такого плохого Сесть мужчине на шею Представь Есть девушка Она прекрасно играет На музыкальных инструментах Она красивая Она говорит Стихизная С ней приятно общаться И она прекрасная мать Почему вы Нет То есть она естественно Найдет достойного мужчину Который будет Ей давать все что ей нужно Чтобы рядом с Богом Быть сама богиней Стать должна Да Выражение из знаменитой книги То есть Марин Услышала Да Момент Чтобы девочке 13-14-15 лет Замечательная профессия Даже если ты не пойдешь В эту профессию Ты ее приобретешь Ты всегда будешь Интересна для своего мужчины Для своих детей И для окружающих Вот если музыканты Можешь своим детям Дать уже начальное музыкальное образование Уже можешь привить Их любовь к музыке Да Все начинается с семьи Понимаешь С семьи Да Вот давай вот эту тему Присаживай Девушки Девушки Музыкальное образование Оно Замечательно украсит вас Украсит духовно Поможет вам Найти себя Поможет вам В дальнейшем Воспитать своих детей Когда вы можете Сами Например Что-то спеть Когда вы можете Сами что-то сыграть Когда вы Сами можете Чему-то научить Своих детей Нет ничего лучше Когда вы можете Зажечь Какую-то звездочку Любовь к искусству Если вы кому-то Это передадите Это замечательно Тем, что вы можете Просто выйти На сцену Спеть что-то Донести что-то Если вы хотите Что-то сказать людям Показать себя Музыкальное образование Оно дает Множество возможностей Любые отношения Это зеркало Если ты наполнена Если ты Излучаешь Определенный свет Человек Будет тебе В ответ Судовать то же самое Культура Даст вам возможность Общаться с многими Интересными людьми Быть интересными Для них Научиться Чему-то новому И Реализовать себя Чем мне нравится Работать в культуре Это тем, что Эта профессия Не дает мне скучать Это первое То есть Я не сижу Как в банке Не скучаю За компьютером Весь день С 8 до 6 часов Вечера Мне не скучно Я постоянно Хожусь в движении Ищу что-то Ищу себя Мне интересно Я знакомлюсь С новыми людьми Это первое Ну и второе То, что Это всегда интересно Каждый раз Интересно делать Что-то новое Мне интересно В каких-то спектаклях В новых проектах Участвовать То есть Открывать для себя Что-то интересное А если в плане Музыкальных спектаклей То это вообще Новая музыка Новые стили Новое движение Происходит Постоянное общение С людьми Не только в зале Когда ты Находишься на сцене И выходишь на сцене И играешь роль Но еще и Когда ты уходишь Ты знакомишься С новыми людьми Ты общаешься С ними Ты заводишь Новые знакомства Какие-то новые Интересные планы Отсюда появляются Новые какие-то Проекты культурные Интересные Какие-то Фотопроекты Какие-то Музыкальные проекты То есть Это Постоянное развитие Каждую субботу И воскресенье По нашей большой Крутой лестнице Поднимаются Маленькие ножки Маленьких наших зрителей Вот они идут Со своими родителями Преодолевают Высокую лестницу Заходят в театр Кукол Я вижу Этих детей Вот такие Глазищи распахнутые Чистые Красивые Играет музыка Они начинают танцевать Если что-то им страшно Они пугаются Если им весело Они смеются Вот мы работаем С такой публикой Которую обмануть Невозможно И я получаю От этого Большое наслаждение Я кайфую от этого Поэтому Наши зрители Самые маленькие И собственно С театра кукол Начинается знакомство С театром детей Поэтому чувствую Как всегда говорю Как любой пионер Большую ответственность От того, что мы начинаем Знакомить детей с театром И кайфую от этого Потому что они такие Прекрасные Такие замечательные Я родилась в городе Николаевск-на-Амуре Хабаровский край Моя бабушка Воронова Тамара Ивановна Она творческий человек И всегда пела В хоре ветеранов Когда мне было Три года Она меня привела На репетицию И тогда В первый раз Я услышала Русскую песню Русская песня Сразу Посетила меня Меня окрылило И мое сердце Вдохновилось Моя бабуля Отвела меня В дом Культуры И записала В образцовый Фольклорный ансамбль Горница Этот ансамбль Стал моим Вторым домом Этот ансамбль Стал моей семьей В ансамбле Мы изучали Русские народные песни Водили хороводы Отмечали Праздники И, конечно же Играли на русских Народных инструментах После переезда В город Находка Я поняла Что жить Без русских традиций Без русских праздников Без русских песен Я не могу Тут я продолжила Своё обучение В хоровой музыкальной школе Я благодарна Каждому учителю Что они Были всегда Для меня Примером Сейчас Я тружусь В доме молодёжи И преподаю Конечно же Русские народные песни И наши традиции Когда я выхожу На сцену Я чувствую Что я всегда Напоминаю людям О том Что русская душа Всегда есть в нас Она в нас поёт Она в нас звучит Только нужно раскрыться И петь Я хочу обратиться К молодёжи И сказать Насколько важно В начале Жизненного пути Выбрать Свою дорогу Выбрать Тот жизненный путь Ту работу Которую будет вас Зажигать Изнутри И тогда И тогда вам будет Очень Интересно И люди И обстоятельства И Тогда работа У вас будет Любимой И тогда И тогда Вы будете Счастливы Ваша жизнь Будет наполнена Интересными людьми Интересными Событиями И на работу Вы будете идти В прямом смысле Этого слова Как на праздник Для того Чтобы сохранить Культурное наследие Нашей страны Необходимо Сберечь Эту культуру Необходимо Её продвигать Давайте Вместе Будем счастливы На матушке Земле Россия Мой коллектив Он существует Уже 30 лет И у нас Всегда Есть Люди Которые Приходят И Целенаправленно Ведут детей В ансамбль Народного танца Это говорит о чём Что всё-таки У жителей Нашего города Есть потребность В том Чтобы дети Их занимались Народным танцем Им не важно Это будет танец Немецкий Испанский Французский Украинский Молдавский Русский Главное Что их дети Приобщаются К истокам У нас Истоки У всех Единственные Это Наша культура Это наше наследие И в моём коллективе Да Мы Большее внимание Значение Мы придаём Русскому народному танцу Потому что Это Самый Мой любимый танец Я тоже занималась С детства И То что Детки Приходя В пять лет Занимаются У нас Не год Не два И даже Не десять А до тех пор Пока они Живут В нашем городе И когда Приходят В коллектив Дети Которые Занимались И приводят Своих детей Это говорит о том Что потребность В развитии Народного творчества У людей есть И до тех пор Пока эта потребность Будет Наш Наш народ Будет жить За многие годы Я заметила Что Те Дети Которые Занимаются Ну в частности Ансамбле Народного танца Никто из них Не стал Наркоманом Никто из них Не стал Преступником Потому что У них Душа Открытая Для творчества А не Для того Чтобы собирать Какую-то Грязь И для молодежи Это очень важно Я надеюсь Что все-таки Ростки Которые В детях Мы Посадили И они Будут развиваться Дальше И все-таки Ну как говорят Красота Спасет мир Культура Именно народная Культура Она спасет Нацию В детях По культуре Долина Да Зашибись Это не славянский Пазар Когда мы приезжаем У нас Везем Национальную Свою гордость Мы везем Ансамбль Тодос А не ансамбль Игоря Моисеева Или ансамбль Берез Тодос Руки Ну я думаю Новичку Который хочет Пойти по Стопам Работника культуры Нужно в первую очередь Записаться В какой-нибудь Кружок Пойти петь Танцевать Играть на народном инструменте И когда твоя душа Будет наполнена творчеством Ты поймешь Что ты хочешь Вот эту свою наполненность Отдать кому-то другому А вот и в этом-то Состоит вся миссия наша Чем ты обогащен Внутренне Ты хочешь поделиться И вот Поэтому мы работаем И будем работать С радостью Для наших жителей Для наших детей Взрослых И для всего Мирового сообщества Если говорить По большому счету Хорошо Смотрите Раньше же Сюда ехали К нам И японцы И с Америки Ехали Смотреть на что На матрешек На Китанцев На Клебонсоль Встречали В Сарабанах Все восхищались Русской культурой Почему Сейчас На государственном уровне Я смотрю Что-то вообще Не поддерживает Это направление Сейчас Прям об этом говорить А меня не расстреляют Нет Нет Нам Руководителям Народных коллективов Не хватает Финансовой поддержки И помощи От Руководящих Структур города Потому что Это требует Тот же самый Костюм красивый Он требует Большого Финансового вложения В наше время Очень много Из того Что мы предлагаем Детям Взваливается На плечи родителей Пошить костюм Записать музыку Хотелось бы Чтобы Наши власти Все-таки Обратили внимание На то Чтобы привлечь Интерес к России Его нужно привлечь Чем-то особенным Особенность Нашего государства В том Что мы Многонациональное государство На территории России Живут И Татары Удмурты Морийцы Дагестанцы Много народов Много народов И Мы Относимся С уважением К Особенностям Любого народа И Россия Тем она Отличается От других стран Что Называясь Россией Наше сердце Открыто Для любых народов Которые живут На нашей территории Я помню Времена СССР Помнишь Там Вот Традиции Татарский танец Поставил Более 150 Национальностей Я сейчас С национальности Еду Более 150 Разных Национальностей На территории Приморского края И вот За время Работы В Ане Было Достаточное Количество Танцев Поставлено Тех или иных Разных Народов И Дети Приобщаясь Узнаем Как Чего мы не знаем Для нас не существует Дети Узнавая Культуру Через танец Того или иного Народа Более Стали Понимать Друг друга Через что Мы можем узнать Друг друга Через культуру Через праздники Да И через Далман Россия Многонациональное Государство И Тут не подавляли То есть Как в Америке Они просто Резервации Индейцев Согнали А у нас В России Тут именно Особенность Каждого народа Подчеркиваюсь Сохраня Мы им Преподносим Это Как особенность Каждого народа Как знаете Цветы В саду Каждый цветок Он красив По-своему И то же самое В нашем коллективе Мы говорим О том Что Каждая народность Это цветок Который Растет Благоухает В нашем Большом саду Который Называется Россия И мы Эти цветы Холим Лелеем И развиваем И уважаем Культуру Любой Национальности И Именно Вот Занимаясь Народным Творчеством Вот это Мы Доносим До наших Участников И Родители Приходя На концерты Своих детей То же самое Заряжаются Энергией Энергией Многонациональной Нашей страны И с любовью И уважением Относятся К любому Проявлению Творчества Детей Через Культуру И познание Других народов А я пришла Из профессионального Спорта И поэтому Все те качества Которые Трудолюбие Настойчивость Упорство В принципе Присутствуют И здесь В культуре И дети Получают Не только Эти качества Но и симбиоз Еще культурное Развитие Разностороннее Развитие Эмоциональное Актерское Развитие Это прежде всего Оптимизм Это прежде всего Любовь к искусству Любовь к красоте Любовь к детям Будущему поколению Человек Во-первых Должен быть Добрый Отзывчивый Сейчас людей У нас очень много Негативных Люди Которые Работают В культуре Как-то связаны С культурой Они Светлые Где-то в душе Добрые Мы дарим Людям Вот этот вот Глоток Воздуха Глоток Некой такой Другой реальности Где они Где они Чертвуют Вдохновение Чтобы Смотреть на жизнь Для того Для того Чтобы озарять Этот мир И вести За собой Людей Дарить им Счастье Радость Без этого Нет культуры Без света Без радости Без слез Без огорчений Без увлечений Вот как Я вот так Чувствую свою работу Как прошла моя жизнь Я на самом деле Очень люблю То дело Которым я занимаюсь И я сейчас Очень счастлива Что очень давно Судьба привела Меня в театр кукол Что была возможность Начинать С маленького Практически кружка И дорасти До профессионального Театра То есть Это Это плоды Труда Которые Которые Остаются После тебя Поэтому Если кто-то Хочет После себя Доброе слово Добрую память То конечно Нужно идти В культуру Я хочу сказать Что ребенка Нужно с детства Воспитывать Просто в этих традициях Самого ребенка И тогда Его никакая культура Не собьет Никакая То есть Ничего ему не помешает Потому что В нем уже будет Этот стержень Этот корень Я считаю Что все проблемы Которые существуют В нашем обществе Идут от того Что культура Потеряна Ее нет Ее не учат И не уделяют Особое внимание В сегодняшнем мире Культура ушла Немножко На второй Третий Может быть Другой план Дальний план Но Культура Можно быть Менеджером Прекрасным Можно быть Дипломатом Но без культуры Нельзя Культура Это не только Человек Который умеющий Плясать Танцевать Читать стихи Но и Духовная культура Большое значение Не имеет А все учреждения Культуры И города И всей нашей страны Дают возможность Обогатиться нам Духовно Поэтому Я считаю Что культура Должна быть Всегда На первом месте Много моих девчонок Которые сейчас К 40 годам Они приходят к тому Что они ходят На нелюбимую работу В детстве Они занимались В кружке И сейчас Они себя находят Тем Что они хотят Заниматься Общественной деятельностью Чтобы хоть каким-то образом Да Прийти к культуре Культура Это не значит То что игра на скрипке Игра в театре Игра на фортепиано И так далее Ведь культура Она вообще Очень многогранна Правильно Культура Это прежде всего Это прежде всего Общение Да Обмен какой-то Энергией Это нахождение В определенном Пространстве Людей по интересам Клуб общения Это тоже культура То есть Они сейчас Даже уже бесплатно Бесплатно Идут Благодаря тому Что неправильно Выбрали Изначальную Изначальную дорогу Да Я этим хочу сказать Что очень важно При выборе профессии Слушать свое сердце Свою душу Не какие-то наставления Да Деньги Они в этой жизни Решают Многое Но не все У человека Могут быть деньги Но нет внутренней гармонии Нет своей причастности К чему-то И таким образом Кажется Что жизнь проходит Где-то Мимо Очень важно В своей жизни Выбрать то дело Которое будет По душе Получается Не важно Чем занимается Человек На скрипке Каким-то творчеством То есть это говорит То есть это говорит о том Что люди идут В первую очередь Для того чтобы Детям К примеру Передать Какое-то Творчество Передать В первую очередь Чем внутренне наполнен человек, то пространство и складывается вокруг него. Те люди приходят в его жизнь, те обстоятельства складываются тем или иным образом. И поэтому, безусловно, культура, она должна быть как можно с раннего возраста ребятам прививаться. Но и тот человек, кто чувствует в себе стремление заниматься культурой, работать в этой профессии, безусловно, несмотря ни на какие обстоятельства, необходимо слушать себя. Нужно отдавать свою душу, своё сердце, свой голос, свои ноги, свои руки, свою пластику. Нужно отдавать однозначно людям и озарять их жизнь. Потому что для себя невозможно заниматься этим искусством, этим ремеслом. Отдавая и даря, вы получите в ответ улыбки, слёзы радости, такой же позитив. И будете видеть людей, которых вы озарили своим светом. Мне поэтому очень хочется, чтобы посредством, может быть, народного художественного творчества, Вот это всё не то, что оно возродилось, оно хотя бы сохранилось. И, может быть, всё-таки наше зерно, оно прорастёт. Не сегодня, не завтра. Но я уверена, что оно прорастёт. И наша русская культура будет также известна многим. И мы не будем стесняться выходить в хоровод, исполнить наши национальные русские пляски, одеть наш национальный костюм и быть при этом гордым за свою страну. Россия — многонациональная страна. И каждая нация очень важна для нас. Каждая нация сохраняет свою культуру, поёт свои песни, одевает свою одежду, исправляет праздники в своих традициях. Россия, конечно же, должна сохранять свои традиции, отмечать праздники, петь свои песни, знать свою одежду. И, конечно же, давайте вместе, друзья, сохранять русскую культуру. Чтобы привлечь интерес к России, его нужно привлечь чем-то особенным. Не тем, что мы сейчас включим весёлую музыку и начнём исполнять современные танцы, которые танцуют по всему миру. А тем, чтобы показать именно то, что танцуют и исполняют только у нас. Только русский танец, только русская песня, только исполнение на русских народных инструментах. Потому что они приезжают увидеть именно вот это. Именно то сокровенное, что они не могут увидеть нигде. В последнее время мы почему-то чаще показываем уровень типа мировой. Но типа мировой уровень, он заканчивается тем, что они посидели, похлопали и забыли, что они видели. Потому что это они видят в любой стране. А то, что они увидят в России, то, что они увидят именно исконно русское, они не забудут никогда. И они будут возвращаться к нам. И будут хотеть с нами общаться. И делиться и своими культурными традициями. И вот именно это, я считаю, сблизит наши народы. И поднимет престиж России. И интерес к нашей стране. Дети – это наше будущее. И очень важно, чтобы они росли в хорошем обществе, в культурной среде. Сохранять наши традиции и обычаи, петь русские песни. Давайте сбережем нашу многонациональную Россию. Сделать жизнь праздником, я считаю, это в большом смысле слова. То есть ты человека раскрыл духовно, ты раскрыл его творчески. Ты сделал его хозяином своей жизни. В том плане, что у него нет каких-то зажимов. Потому что он успешный. Он танцует или поет, или занимается каким-то другим видом творчества. А это приносит очень большое душевное удовлетворение. Я считаю, что человек, который уверен в себе, ему любые преграды по плечу. Призываю каждого, обратитесь к русской культуре. Вспомните наше наследие. Наследие наших предков. И тогда наши дети будут продолжателями наших традиций. Наши традиции всегда будут жить. И тогда наша Родина будет воспеваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова